Доброе утро! В эфире новости Лайт. Обо всем самом интересном в городе в ближайшие три минуты. «Авангард» вошел в двадцатку сильнейших хоккейных команд Старого Света. Рейтинг составлен французским интернет-порталом «Хоккей Эрхив». В сравнении с прошлогодней таблицей, ястребы совершили внушительный рывок, вспорхнув с 59-й строчки на 19-ю. Среди российских клубов красно-бело-черные оказались седьмыми. Возглавил список победителей регулярного чемпионата КХЛ Московский ЦСКА. Второе место у обладателя Кубка Гагарина Питерского СКА замкнул тройку лидеров шведский Шелефтио. Те, кого манит сибирская природа и не пугает бездорожье, а скорее наоборот, фликуете, 10 июля стартует второй этап серии трофи-рейдов «Квадро-жара-2015». Уже традиционно он пройдет в формате марафона. На старте ждут любители экстрима на квадроциклах. За три дня участникам предстоит преодолеть 250 непростых километров. Маршрут пролегает по глубоким колеям, ручьям и болотам. Главная задача – пройти всю дистанцию и вернуться к финишу в заданное время. Экспедиция стартует 10 числа в селе Пологрудово Тарского района. Как зарегистрироваться, можете узнать на официальном сайте любителей бездорожья. На два дня можете забыть про светофор у метромоста. Сегодня и завтра устройства на перекрестке улиц Конева и Третья Енисельская отключат на ремонт. Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время распределять транспортные потоки и обеспечивать безопасность на участке будет вручную сотрудник ГИБДД. Так что водители, повторите, что означает сигналы регулировщика, а пешеходы будьте предельно внимательны. И расскажу о том, что готовит вторник. В Крайовеческом музее вы сможете увидеть бабочек со всего мира. Сегодня в 15 часов там открывается выставка «Окрыленные счастья». В экспозиции сотни красавиц из стран Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и России. В 19 часов на сцене концертного зала выступит выдающийся британский пианист Питер Донухоу. Виртуоз исполнит для омской публики произведение, которое принесло ему мировую популярность. Знаменитый третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Музыкант выступит в сопровождении Омского симфонического оркестра. А у тех, кто решит провести вечер в кино, есть уникальная возможность увидеть экранизацию легендарного спектакля Королевского национального театра «Аудиенция». В роли Елизаветы II Хелен Мирен за свое исполнение актриса была удостоена премии «Оскар». Пока это все. О других новостях расскажем позже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин